Земля от света Так, посмотрим, что тут у нас есть. Добрый день, можно ли прививать тонкие черенки и выручить из него более-менее нормальное дерево? Я прививал черенки, начиная от размера чуть-чуть больше спички, толще. И сейчас я еще не отправил брату Юрию Железову, чтобы он быстренько сегодняшний фильм, который я снимал в деревне, снимал Сергея Железова, который делал прививки. Так, и там у него были черенки, в этот момент я так удивился, он вот такие, лучшую куплюровку, вот такие привалы. И там даже несколько я видел бы еще толще. Вот это предел, это, так сказать, мастерство. А с них получается мощное деревья до 2-2,5 метров, вот такой кроной. Но условия есть для этого. Очень толстая подвоя, которая соответствует вот таким веткам привоя. Мощная, и вот они мощно развиваются. Когда я научил Сергею, ему было 16 лет. Вот, и удачный год. Дождь, как положено, жара, дождь, жара, дождь, жара. Очень они, мощные ветки, такие вот, и высотой ставился на цыпочки. Вот такой высоты у него получились не хуже моих, я тогда понял. Все-таки что-то в этом есть. То есть, само собой, качество привык научил, еще какую-то энергетику, что ли. И тогда вышло так, что проблемы были продать. Они не влазили никуда, ни в какие жигули. Вот это было. И с тех пор и до сих пор у него прекрасные результаты. А бывало как, ждать второй год, а он вырастает за лето вот такой. И подводит, ну чуть-чуть толще спички. Я тогда их прививал. Не хотел терять год, хотел быстрее узнать, что за новый сорт. И он к осени, и действительно, когда вот, ну как бы, не такой, вот это, допустим, нормально, да. А представим себе, что от него грифель. Умудрялся привить, и он никогда вот таким вот не вырастал. Потому что от подвода зависит, а подвод сам тоненький, то есть один к одному. Вот. И вырастал, допустим, до полуметра. Это был хороший результат. Но это не значит, что он не полноценный. Еще год, и он нормально развивался. Но гигантами такие они становились. Все-таки, на мой взгляд, а я это подчеркиваю именно в фильме, вы потом увидите. Вы увидите так. Из такого и такого получается вот этот двухметровый получится, а вот с этого однометровый получится. И тот неплох, и тот. Вот. Особенно, когда за размерами не гонишься. Помните, ах, как бы меня никуда разместить, у меня полторы сотки. Вот. Но вот эти вот, вот эти вот, тут сантиметр почти, вот эти вот могучие деревья, которые ничем не убить, самое главное не изгнать корневую шейку. Вот корневая шейка гниющая в яме, или потому что подвой был закопан, или даже корнесобственная, вот на такую глубину. А это норма считается до сих пор, господа Тимиражевцы. Вот. Это приводит, когда вот на такой глубине, я скажу лишнее, ну то есть не по теме. Вот столько подвой, оказывается, подзема, вот отсюда пошли корни. Вот это вот еще под землей, часть-часть этого, штамба, да. Она сгнивает, но не сразу. Вот яблони держатся подольше, сливы подольше. Абрикосы год-два-три, мертвые. А смотрят, о, груша, она же это, боится воды. О, там черные листья, ой-ой-ой, давай опрыскивать. Вот. 90% груши, абрикосов, половине процентов яблони, там вишни и прочие сливы. Вот. Гниение корневой шейки, отсюда короткий век. К сожалению, Тимиражевцы тоже не проходят. Догоняйте. Если у вас связи с альмаматерой остались, пожалуйста, сделайте так, чтобы именно какие-то особенности деревьев, вот, будет человек садить деревья, не будет, но знать обязан, что закопанная семечка, значит, подвой, глубоко закопанная, часть штамбы под землей и гниет. Обязательно гниет. Поэтому, что если у вас 10-20 лет полное сло дерево, для вас успех, а для меня это неудача. Я привык, что у меня до сих пор деревья живы, которые посажены были в 85-87 году. Посчитайте. 30 лет и больше. Так. Поэтому тонкие черенки прерывать можно, чтобы не ждать лишний год, когда подвой подрастет и станет вот таким. Я предпочитал год не терять. Здравия. Костки абрикосы на земле, на улице не прорастают. После дождя косточки. Так. Костки абрикосы на земле, на улице не прорастают. На меня прорастают. Вот. Есть места, где косточки абрикосы противопоказаны. Может, у вас из-за этого. Привет из Казахстана. Спасибо. Вам привет. После дождя. Это опять же. Татьяна. После дождя для косточки выглянул. Посередине щель. Росткова нет. Казадарский край. А, Дыжинск. Вот. Фото в студию. А, это вот Татьяна отвечает. Здравствуйте, ежка Орла. Так. Костки есть срексированных два срока. Один сильно рано, другой сильно поздно. Или взойдет на следующий год. Или уже может быть жгнила. Так бывает. Ок. Закопала их. Попробую отыскать и сфоткаю. Раз закопала, значит, еще на что-то надеяться. Каталог черенков не работает. Гражданин стоит. Песоцкий. Закажите свежий каталог. Все равно все, что вы видите на сайте, это все уже устарело. Так. Привет из Питера. Сафронов. Добрый вечер. Каталог черенков запретите свежий ВК. Вот смотрите. Видите вот здесь? Ай. Антон, я вам еще свежее не по это. Ну, тут все равно годится. Ну, подумаешь, там кончилась там опорция 600 граммовая. Но в целом он годится. Вот видите? Вот сюда нажимаете и вперед. Так. Здравствуйте. Ой, плюс 16. Сейчас у тебя, Юра, проснулся, зацветут эти абрикосы. А ну, как даст заморозок? Ох, поиздевается над тобой. Так. Надежда. 12. Говорят, что чем подвой старше, тем сильнее он будет влиять на привой. Значит, для этого, чтобы привив... Вопрос хороший. Что привив для сохранения ценно-сортного злосадерия может использовать его качество или это заблуждение. Нет, не заблуждение. Давайте сразу. Есть семечковая культура. Есть косточковая. Семечковая культура, хоть кол на голове тиши, там изменить природу почти невозможно. А многие заблуждения в нашей России. Знаете почему? Косточка – дела хреновые, а семечковая всё-таки лучше. Яблонь и груши. И вот эти яблонь и груши, на них кол на голове тиши, изменить природу очень сложно. Хоть приваив земли, Антоновка останется Антоновкой. А, допустим, приваешь крону, там шансов погибнуть больше. Оторжение. Я же как придумал, что приваив у земли весь привой полностью. Он тогда не подвоил, ему нужно расти. А если, допустим, одна ветка привитая, а вторая непривитая, он всё-таки непривитая победит. Понимаете? А уж крону тем более. А, агрессор, а, это самое, и давай его уничтожать. Не менять природу будет, а именно уничтожать. А всё-таки прививка, у неё немного природы меняется. Если удалось сохраниться, если до конца не вытолкнул подвой, удалось сохраниться, то всё-таки в какой-то степени он может измениться. Но в первую очередь наступит зима, приспособился. Жива, зима, в первую очередь погибнет прямой. Почему? Их соединяет каосной тканью, она сама не морозостойкая. А во-вторых, каосная ткань, это самое химеристое, её есть название, основание для химер. То есть получается, что через неё каосной ткани нормального питания нет, это ненормальные сосуды. И получается так, что в идеале лучше привать у земли, захватить так, чтобы подвой просыпается, весна к нему примотана. А больше ничего и нету. Он по неволе кормит прямой, прямой развивается. Но он же и влияет, он же всё-таки свои качества имеет. Влияет. Но не так, как тот скелет напряг, который между жизнью и смертью. Вот так я отвечаю.